на канале Даниила и Ларисы и снова мы о хлебушке как вы помните мы недавно сделали закваску продолжаем эту закваску выращивать и подкармливать и сегодня мы хотим приготовить на закваске без дрожжей два хлеба один хлеб мы сделаем с оливками а второй хлеб с тмином и кинзой это будет хлеб по мотивам итальянского хлеба наверное все таки но с оливками так точно с тмином и кинзой я просто очень люблю хлеб с тмином и кинзой поэтому не знаю даже по каким мотивам он будет вот но в общем испечем мы сегодня две буханочки хлеба на натуральной закваске для этого нам понадобится 700 грамм пшеничной муки высшего сорта и взяли вы 100 грамм цельнозерновой муки 2 столовых ложки сахара и 15 грамм соли по поводу оливок оливки без косточек мы порезали на половинки и обсушили в течение нескольких часов чтобы они были полностью сухие то есть тут в самих оливках не должно быть влаги даже их можно промокнуть салфеточкой если они сильно но перед тем как обсушивать если они сильно истощают влагу тмин в пакетике кинза из какой-то из восточных азиатских стран не помню из какой и самое главное что нам понадобится закваска на вот это вот количество муки нам понадобится 450 грамм закваски нашей уже такой активной активной которую вы так сказать подкармливаем постоянно холим и лелеем понравился мне хлеб на закваске мы учли некоторые ошибки которые в первом нашем так сказать дебюте мы совершили у нас хлеб не очень поднялся потому что мы просто не дали времени в этом видео уже как бы мы эти ошибки исправляем и делаем более сложный хлеб также нам понадобится охлажденная кипяченая водичка и сейчас лариса нам покажет как замесить тесто а кстати по поводу закваски если вы не видели это видео то ссылку на видео как сделать закваску для натурального хлеба я размещу в описании этого лариса отмерила 450 грамм кипяченой водички правда отмерила его стаканчики из-под муки но ничего у нас же везде будет мука не очень красиво зато вкусно размешиваем соль и сахар в этой водички до полного растворения хорошенько размешали соль и сахар и добавляем водичку закваску закваску если вы держали в холодильнике друзья надо на несколько часов часа на 3-4 поставить в теплое место для того чтобы она хорошенько активизировал чтобы хлеб у нас не был плоский как блин а хорошо подошел размешиваем закваску какая у нас вкусная закваска бурлит да и начинаем потихонечку добавлять в нашу мысочку муку скажи не высыпаем все сразу добавляем частями и по чуть-чуть ее перемешиваем естественно муку мы предварительно просеяли через мелкое сито во первых для того чтобы исключить попадание в хлеб всяких артефактов а во вторых чтобы насытить ее кислородом чтобы она ну так сказать распушилась хорошо друзья если есть тестомесильная машина вот я мечтаю например от тестомесильной машине для ларисы в ней можно ну как бы помимо того что мне можно непосредственно месить тесто в ней можно еще хорошо перемешивать мясо для приготовления там всяких колбаса сисок сарделек опять же такие люля кебабов но тех вещей там где мясо надо тщательно вымесить чтобы разрушить белковые связи тесто делаем достаточно крутое потому что в процессе вызревания она будет немножко разжижаться это характерная особенность действия заквасок ну натуральные закваски имею ввиду если когда мы делаем тесто на дрожжах у его делаем практически желаемой консистенции то здесь мы его делаем немножко гуще и вот так лариса как настоящий итальянский хлебопекарь руками вымешивает тесто я тоже помесил бы но лариса не хочет быть оператором она экспроприировала мой модный передник и боится подходить камере поэтому все вмешания сыров тесто достаются ей хочу вам показать не буду останавливать кадр хочу показать такой процесс достаточно тот тонкий какая должна получиться консистенция теста и как бы вот как как долго его вымешивать в любом же случае если вам не интересно это смотреть вы всегда можете промотать это же youtube а когда я подсматриваю какие-то рецепты мне иногда не хватает я визуал и мне иногда не хватает вот полного полной видимости процесса ну в общем при пасе трепаться о чем-то надо тесто нужно вымесить до такой консистенции чтобы она уже не прилипала к рукам то есть грубо говоря вот на руках она есть но она уже видите не ли то есть не тянется за руками и дальше бы его сразу же разделим на две буханочки до стрелочкой думал тарелочка тебе не понадобится хорошо что и не испачкал чик ну естественно на глаз не хватало еще взвешивать разделяем друзья тесто так как замесили на две буханки разделяем его на две буханочки ну грубо говоря на две кучки примерно чтобы они получились одинаковые процессе замешивания теста начала опять вот она разжижается постоянно за счет действия заквасок и добавили еще по две столовые ложки муки в каждый каждый хлебушек чтобы оно вот было вот такой вот консистенции теперь лариса его опять вымесит еще раз чтобы вмешать эту муху муку нам же надо вмешать и в него теперь и наполнитель и она будет подходить уже с наполнителем да да обожаю домашний хлеб вообще начали печь хлеб и совершенно прекратили покупать магазинный хлеб и более того скажу вам друзья я его уже есть магазинный хлеб не могу он невкусный прям вот так вот немножко разровняла лариса тесто маслинки в него но они же должны равномерно распределиться по всему тесто правильно я понимаю то есть размяли свернули опять размяли опять свернули и опять вот так вот размяли высыпали маслинки обожаю хлеб с маслинами конечно такой хлеб вот больше всего мне он нравился в венеции в риме он просто невероятный там ну на самом деле да я же говорил что мы делаем хлеб по мотивам итальянского хлеба пока как то так то есть мы его все равно еще оставляем для того чтобы он подошел и в процессе того как он будет подходить мы его еще все равно будем обминать там раза два три будем смотреть по консистенции а вот сколько она у нас должно будет подходить до готовы надо смотреть потому как она подходит в зависимости от температуры в которой она будет подходить и от активности закваски где-то два с половиной три часа около трех часов да это же шальбина хорошо тогда вмешиваем во второй тмин тмин мы будем вмешивать вовнутрь тесто кинзу кинзой хлебушек посыпем сверху это наверно ну похоже на бородинский но это не бородинский потому что конечно бородинский делается из ржаной муки а мы делаем из пшеничной но он же все равно получается этот хлебушек он не белый получается не такой как батон за счет того что мы добавили вот этого цель на как цельнозерновая все время забываю цельнозерновую то есть я так понимаю что цельнозерновая это вместе с шелухой до крупного помола но пшеница шнета отрубей то есть пшеница это именно тот злак с которым проблемы всегда при приготовлении алкоголя потому что как раз у него нету шелухи я думаю что вот это вот уже хватит будет вот где-то так будем же пробовать потом чтобы смог попробовать хлеб мы же не можем снять видео без дегустации вот так вот друзья мы подготовили тесто оставляем его накрываем естественно полотенцем чистеньким чтобы туда не летела никакая пыль и в теплом месте оставляем его подходить где-то через часик посмотрим лариса покажет как его надо будет обмять наше тесто простояла часок и его надо обмять как я уже говорил сейчас лариса покажет как его обмять как я уже говорил тесто мы вот видите кстати она подошло очень так нормально показывай как обминать а я пока буду рассказывать тесто мы в районе трех часов у нас подходит и за это время надо сделать как минимум два раза его обмять чтобы тесто не прилипало к рукам лариса немножко смазывает руки в растительным маслом вот так вот делается обминка нашего теста и второе также как пахнет вкусно ничего главное чтоб они внутри остались все вылезли а то пока мы испечем хлеб оливки вылезут и разбегутся разбегутся вот таким вот образом друзья обминаем тесто и оставляем его опять на час после двух часов делаем еще такую же процедуру и после трех часов вот оно подошло три часа будем выкладывать его формы мы два раза обмяли наше тесто и всего она подходила три часа теперь его надо переложить формы для выпечки либо просто на противень либо вот мы такие судочки используем для выпечки чтобы в хлеб имел классическую форму мы его чуть-чуть притрусим мукой это последнее так обминание по плану с мукой будет сразу пробовать передавать форму мышь подвинуть сюда потом ее поближе сразу же сейчас я его переложу попытаюсь сформировать а нарезать его уже перед непосредственно перед жаркой да так мы придаем нашему хлебушку уже конечную форму которую мы хотим получить после выпекания его в в принципе можно выложить просто на противень такой круглой как бы лепешечкой и тогда будет классический круглый хлеб мы вот хотим получить хлеб по форме ближе к итальянскому такая форма батона может естественно настоящей формы у нас нету и мы так сказать голь на выдумке хитра используем вот такие вот подручные средства да даже не знаю как это называется стеклянная посуда такая вот вверх и низ но на самом деле в чем печь хлеб особо значения не имеет главное чтобы была форма или же просто на противне как мы обычный хлеб печем получается просто круглая буханка по типу украинского вот таким вот образом друзья их выкладываем опять же таки накрываем полотенечком и оставляем еще подходить на два с половиной три часа это зависит от того насколько интенсивно оно будет подходить но в конце то есть уже мы ничего не обминаем уже ничего не делаем просто выложили его полотенечком накрыли и оставили чтобы тесто подходило и вернемся к этому вопросу перед тем как будем его готовить то есть нам надо будет разогреть духовку до 250 градусов на тот момент когда у нас тесто подойдет и мы будем готовы ставить его в духовку чтобы вы тоже понимали к этому моменту у вас уже должна быть готовая разогретая духовка до 250 градусов хлебушек простоял два с половиной часа и хорошо поднялся теперь немножко его надрежем чтобы была такая красивая буханочка у нас да 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 как батончик вот такие вот прорези небольшие не глубокие делаем а то в длину порежь три разрезика да и хлебушек который мы делаем с тмином немножко притрушим зернами гинзы ну как то так ты да странно притрушиваешь его получается чуть-чуть корочка не хочется ну да приминать не надо ладно не надо тогда так уже и будет не приминаю ларис потому что а этот разрезаем в длину буквально совсем чуть-чуть маленькие надрезы это не надо просто три надреза в длину сделай мне кажется так красивше будет и у нас духовочка почти готова оставляем его еще так на 5-10 минут духовка догревается и будем ставить на выпекание поставили в духовку под решетку на которую будем ставить формы противень с водичкой и из пищевой кухонной брызгалочки обрызгиваем сверху хлеб просто обычной водой помещаем его в духовку разогретую до 250 градусов и на сколько мы его ставим на сколько мы ориентируемся на 10 минут при 250 и потом на полчаса при 200 градусов обрызгиваем хлебушек температура у нас 250 градусов через 10 минут понижаем температуру до 200 градусов и всего ориентировочное время выпекания у нас будет 40 минут через 40 минут друзья мы достанем наш хлеб подождем пока он остынет покажем вам это а потом перейдем к дегустации наш хлебушек жарился 40 минут друзья вернее пекся я прошу прощения что не заснял его как лариса вынимала из духовки дело в том что новая почта замылила мою посылку достаточно важную аккумуляторы для gopro я разбирался с новой почтой по телефону в это время хлеб оказался готов значит по поводу нюансов но хлеб получился очень красиво очень достойный он остынет через полчасика и мы его продегустируем по поводу нюансов приготовления как вы помните на противень который мы ставили под ну как бы под снизу в духовку с водичкой мы налили поставили противень с водичкой так вот его надо вынуть где-то минут за 10 до конца приготовления потому что с противеньем хлеб снизу не прожаривается почему это происходит я не знаю хлеб кажется в форме но вот лариса определила такую закономерность ну и как бы пекся хлеб 40 минут как и положено ему как мы рассчитывали даже немножко лариса его как видим передержала но я думаю что на вкус это но передержала опять же таки по моей вине потому что рассчитывала что я это сниму а я в это время общался с дурацкой новой почтой так вот друзья хлебушек остынет я думаю что где-то через часок мы его попробуем продегустируем я покажу разрез и расскажу что получилось друзья наш хлебушек остыл я готов его попробовать катастрофа лариса так поставила интересно хлебушек ну ладно первым попробуем хлеб с мином грустящая корочка хорошая структура отличная и запах отличный он еще конечно немножко теплый но сейчас расскажу о вкусе обожаю горячий хлеб но нечто хотя говорят что горячий хлеб друзья это вредно не знаю чем вредно хлеб с мином посмотрите какая структура хлеба просто идеальная вот эту штучечку можно съесть он просто потрясающий вот этот мин и финза сверху это нечто ну хорошо теперь попробуем хлеб с оливками конечно как я говорил лариса его немножко передержала из-за того что я был занят дурацкой новой почтой он получил такую вот корочку но завтра я думаю эта корочка будет идеальная просто хлеб с оливками структура тоже отличная пахнет божественно пахнет божественно ну вы посмотрите эти оливки внутри хлеба это это просто нечто попробуем на вкус реально запах оливок пахнет Италией и вкус оливок на этот бы хлебушек сейчас хорошего итальянского сырочка друзья сейчас я придам все чьего угодию я еще не ужинал тут с этой новой почтой и с хлебушком поэтому хлеб с оливками я полью оливковым маслом посыплю солькой и перчиком а хлеб с тмином даже не знаю наверное намажу домашнего сливочного масла на фигачу меда в общем такой у меня сегодня будет хлебный ужин но о чем мы говорим хлеб у нас удался он выглядит просто потрясающе он выглядит как реально в хороших в хороших итальянских пекарнях ну может чуть чуть хуже очень жарко сегодня на улице 37 градусов хлеб у нас удался друзья и я надеюсь что у вас хлеб по нашему рецепту тоже получится очень очень круто печь свой домашний хлеб начинайте не пожалеете заморочек минимум ну как бы надо конечно немножко поморочиться но когда хозяйка готовит ужин замешать тесто поставить его вызревать ну я не вижу никакой проблемы но дорогие хозяйки если ваш супруг любимый приходя с работы попробует один раз домашний хлеб остерегайтесь он потом не захочет кушать в магазин ну серьезно я не шучу на самом деле хлеб хлеб ну я кушать очень не хочу я реально с этой новой почтой сегодня вытрепал себе все нервы так вот хлеб у нас получился я желаю чтобы он получился и у вас друзья надеюсь видео было для вас полезным нашим подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх а мы будем снимать для вас новые интересные видео всего доброго пока 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 пока